Но, конечно, этот день для тюменцев в первую очередь начался с Парада Победы. Горожане стали собираться к месту события уже к 9 утра. Многие пришли с семьями. Открыл праздник тюменский гарнизон. С торжественной речью выступил губернатор области. Но это событие не описать. Его лучше один раз увидеть. О самых памятных моментах Парада расскажет наша коллега Лариса Соловьева. Чеканя шаг и уже с военной выправкой. Это учащиеся президентского кадетского училища. Проходят мимо трибун с ветеранами. Фронтовиков с каждым годом все меньше. Но они и сегодня в строю. Петр Трифонов оказался на фронте в 44-м. Пехота. И года ему хватило, чтобы получить несколько ранений. Три пульки прошло через меня. Вот раз. Два. Три. И две атаки было. За две атаки три пульки получил. Этот праздник и 71 год спустя для него со слезами на глазах. Но именно этот день вселяет гордость за всю страну. День победы в нашей стране. Праздник всеобщего единения. Он сплотил россиян разных возрастов. От самых юных до убеленных седины. В этом наша сила. Так встречают бессмертный полк. Впервые акция прошла в Тюмени в 2007-м. Теперь она захватила не только Россию, весь мир. И 9-го мая сотни тысяч бойцов словно оживают, чтобы принять участие в параде. Это мой отец. Он ушел в войну. Пришел с инвалидом первой группы. В 54-м году от ран умер. Это мой дед Комаров Григорий Иванович. 16-го года рождения. Он воевал на 3-м Украинском фронте. 142-я. Отдельный гвардейский саперный батальон. Вернулся с войны живой. В 46-м году они еще разминировали Крым. Уже по традиции в этой колонне с портретами своих предков идут и первые лица области. Принять участие в шествии приходят целыми семьями. Ведь почти у каждого есть своя история. Свои дедушек несут по папиной линии. Участвовали в войне, выжили. Дожили до своей смерти. Прошли до Берлина оба. То, что проходит сегодня, это нельзя словами сказать, чувствовать сердце нужно. Я очень горжусь за страну, за наших дедов, которые нам дали возможность жить. В этом году впервые по инициативе Совета ветеранов в бессмертном полку прошла колонна тружеников тыла. Они приближали день победы, как могли, не жалея себя. И вместе с фронтовиками выковали такую тяжелую и такую желанную победу. Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время.